Все участники непременно в масках. При входе проводят дезинфекцию рук, при стрельбе рассаживаются на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а после стрельбы винтовки обрабатываются специальным раствором. Таковы реалии лично командного перенства Северского трубного завода по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. В первый день свою меткость проверяли сотрудники двух основных и самых массовых цехов Северского трубного завода. Это трубопрокатный цех номер один и трубоэлектросварочный цех номер два, а также сборная ветеранов градообразующего предприятия. Количество участников от цеха не ограничено, однако в общий зачет идет лишь 10 лучших результатов. Каждому участнику дается 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Несмотря на то, что сначала проходили отборочные внутрицеховые соревнования, и лишь потом сильнейшие стрелки отправились приставлять свой цех на заводскую спартакеаду, фаворитов в какой-либо группе цехов до начала состязания назвать было весьма проблематично. Да и первые стрельбы показали, что участники демонстрировали довольно неожиданные результаты. Если честно говоря, не знаю, почему народ то ли не выспался, то ли волнуется с утра. Что-то пока не очень. Самое большое, ну 45, ну и средняя статистика, что-то маловато стреляет. Не знаю, с чем связано. Винтовки новые только что распаковали, поэтому не знаю. Видно, что они уже сравнивают результаты, которые показали на первенстве цеха. Ну и здесь сравнивают. У кого-то лучше, но в основном пока у всех похуже, чем на цеховых. Яна Широкова из трубопрокатного цеха номер один Северского трубного завода уже не первый раз участвует в соревнованиях по стрельбе. Признается, что в прошлом году на заводской спартакеаде выступила достаточно успешно, хотя в этот раз своими результатами не совсем довольна. Ну не очень, так скажем. Ну и то хорошо. Нахожусь в декрете, но все равно пришла. Подробности и результаты лично командного первенства Северского трубного завода по стрельбе из пневматической винтовки смотрите в одном из выпусков спортивной программы «Овертайм». Максим Исаенко, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.